Вернулся из экспедиции в аномальную зону Малепка. Впечатлений много, но самое главное, остается все чувство нереальности. Словно ты никак не можешь вернуться в этот мир из иной, призрачной страны, с другими законами и правилами. Что-то изменилось. Я поддался странному зову, пришел на выселки ночью и бросился спиной на траву и лежал так почти час, вглядываясь в удивительно глубокое звездное небо, которое бесконечно долго падало мне на лицо. В той поры, вот Малепку, сколько я знаю, у меня друзей приезжало, никто разочарован не был. Все что-то свое, даже если кто-то ничего не увидел, но во всяком случае свое получил, что-то прочувствовал. Кто-то, я говорю, вот особенно из первых экспедиций, за которыми я следил, даже так за жизнью людей, за их судьбой, все, кто там побывал, очень круто, у них поменялась жизнь. Вот буквально месяц назад я общался с одним молодым человеком в Москве, который, разумеется, слышал про нашу Малепку, и он меня расспрашивал в надежде там побывать. То есть ему, человеку очень такому продвинутому, тонкому, необходимо, очевидно, побывать в таких местах. И, значит, если это ему необходимо, а таких людей не один он, значит, такие места нужны, вот, чтобы люди вообще не забывали о тонком мире, который в них и вокруг. О Малепке заговорили в 1988 году, после публикации статьи Юрия Беликова «Аномальная зона» в газете «Молодая гвардия». Но всемирную известность она получила в августе 1989 года, когда Павел Мухартов опубликовал в еженедельнике «Советская молодежь» цикл материала «Эмский треугольник» или «Чужие здесь не ходят». Со всей страны потянулись сюда группы исследователей, уфологов, туристов и тех, кому хотелось прикоснуться к чуду, увидеть своими глазами необычные явления, о которых столько рассказывали в прессе. И явления действительно происходили. Многие наблюдали странные светящиеся шары, летающие над лесом и по ночным тропинкам. Кто-то замечал в лесу огромные двухметровые тени, другие видели странные символы на стенах палатки. Зона начала обрастать своей мифологией, местами силы. Аномалии получили названия, и к ним, словно паломники в Мекку, потянулись из года в год искатели непознанного. Когда разные люди в разное время, разной аппаратурой стали получать похожее, это уже говорит о том, что это не игра линз, а это нечто уже другое. Так ведь? Сейчас можно размышлять, что это такое. Как ты знаешь, Эмиль говорил, что вот эти все шарики, которые там являются, и которые человеческий глаз может ловить, а может ловить только аппаратура. Они могут быть в спектре невидимости для человеческого глаза. Эти шарики, как ты знаешь, Эмиль называл их маяками летающих тарелок. Это можно и нужно оспаривать. Потому что, если это плазмоиды, что такое плазмоиды, можно дискутировать опять-таки, что это такое. Это форма, ну явно это форма материи. Но что это за материя? Это мыслящая материя. Я утверждаю, что это материя мыслящая. Открыл аномальную зону в 1984 году Эмиль Бачурин. В октябре того года он наблюдал странное сиреневатое свечение над лесом в Малепке. А позднее нашел на том месте огромную проталину диаметром около 60 метров. Он организовал несколько экспедиций с исследователями из Москвы, Томска и Горького, которые подтвердили наличие непонятных явлений в этих местах. Самое такое, ну, массовое, что ли, наблюдение было, это 22 октября 1989 года. Тут уже начался бомб после выхода статей Павла Мухартова. В Рижской советской молодежи. Здесь в народу было, когда по сотне, когда не по одной сотне одновременно. И вот в эту ночь, значит, 22 на 23 октября, почти до этого года, там, значит, есть одно такое место, он, коли его знает, так называемая теплая береза, Вот там, значит, небо полностью, значит, сплошное овощи слоистое, значит, уже дело совсем в темноте. Вдруг тут появляется, именно вот появляется прямоугольник 400 на 200 метров. Второй раз здесь контакт был вообще с невидимкой. Это в программе Малахова. Пусть говорят. Вызвал вообще фурор. Поскольку он у меня попросил, вначале вроде телепатически, а потом голосом, но чисто русским языком, значит, закурить. Инопланетянин? Да. А у меня там в автомате сработало, значит, что курить вредно я это даже не сказал. Ну, поскольку у нее скорость реакции, значит, восприятие, хоть телепатически, хоть как самое-то, на порядке выше, чем у нас, то он моментально мне ответил. Значит, находясь среди вас, надо перенимать и ваши дурные привычки. Зона — это не просто географическое место с координатами А, Б, С и Д. Это прежде всего люди, носители самобыдных мировоззрений и мироощущений, приходящие сюда с различными целями. Кто-то из обычного человеческого любопытства. Кто-то с желанием вылечить давние недуги. Другие приезжают сюда в поисках ответов на свои сокровенные вопросы. А некоторых тянет в эти места из года в год. Странное, непередаваемое чувство, которое некоторые сталкеры называют зовом зоны. Визуально я это все в книге описывал, это как бы не бред не были, что действительно трое из нас действительно наблюдали необъяснимые, непонятные явления голографические рисунки. У нас из десяти человек, которые стояли именно тогда ночью на берегу, трое их явно видели, описывали одни и те же видения. Реально видели это уже не трое, а гораздо больше и днем, и ночью. Вот так называемые, как я их описывал, гантели. Меня тоже поразило. Шаров это очень много, именно не на фотопленке, а именно непонятных шаров. Вот именно тогда был, я не знаю, какой-то пик активности это наблюдалось. И вот люди со взвинченной психикой выстроились, я как сейчас помню, в такую шеренгу, вооруженную фотоаппаратами. И по команде одного замечательного человека, который сам по себе является ходячим юмором, они начали ослеплять округу. Ну, как будто они находятся в фотоателье, и эти шарики перед ними позируют. Я подумал, что это идиотизм сразу же. Потому что эти шары, поскольку они подвижны, они могут мгновенно перемещаться, они будут над тобой, в стороне, позади тебя. Вот. То есть, я от этой кавалькады оторвался, и, значит, вот с небольшой компактной группой, человек в пять, наверное, я шел впереди, у меня был приборчик, который что-то специально там был придуман, и он что-то фиксировал, вот эту энергию ловил. За мной шел такой пилот Саша Романенко, как сейчас помню. Я ему говорил, вот я когда буду мгновенно показывать рукой, я мгновенно снимаю в эту сторону. И что получилось? Мы сравнили урожай вот этой кавалькады и наш урожай. Значит, там был эффект засвеченной пленки, когда пленка чистенькая, абсолютно, а у нас, как ни странно, просто многие кадры с этими шарами. Значит, о чем это говорит? Зона, и в частности, вот эти шары, они избирательны по отношению к человеку. А раз избирательны, значит, это говорит о некой разумности, так ведь? Вот. То есть, они кому-то позволяют себя фотографировать, вот. Ну, может быть, я был старый знакомый, вот, который уже не первый, который в 88-м году получил фактически те самые первые снимки. А кому-то они ставят запрет. То есть, запрет вот на эту всю взвинченность, на эту шизо, вот, и, как бы, контакт с людьми, которые хотят понять, что это такое. Аномален сам мир, в котором мы живем. И аномальность его не в странных аппаратах типа НЛО, не в призраках, не в привидениях, не в бермудских треугольниках, а в узких рамках, через которые мы смотрим на этот мир. Мы видим лишь ограниченную часть спектра, не воспринимая ультрафиолет, инфракрасное излучение, но, тем не менее, они существуют. Так же происходит и с другими явлениями, которые в силу определенных чисто физических и научных ограничений, мы пока не в силах понять и воспринять. Отсюда и возникает понятие аномалия, которое фактически является бессилием современного общества описать процессы, пониманию которых мы подойдем чуть позже, может быть завтра, а может быть через тысячу лет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok